Скорая помощь в Дербенте станет эффективнее. Сулейман Керимов подарил новые медицинские автомобили, станции скорой помощи и центральной городской больницы. Ключи и документы от шести машин, скорой помощи и два реанимобиля накануне мэр Дербента Хизри Абакаров вручил главным врачам. Качество нового транспорта оценила и наш корреспондент Патимат Ханапова. Под капотом отличный двигатель, простой, надежный, вечный. Так характеризуют специалисты новое поступление. Но среди прочих достоинств этих карет, скорой помощи, главное – это высокотехнологичность. Внутри самое новейшее оборудование. Медмашины соответствуют европейскому стандарту класса «Б». Это значит, что реанимобили подходят для оказания экстренной медицинской помощи. Некоторые работники за несколько десяток лет на службе впервые видят такое оснащение. Скажите, пожалуйста, вообще вот такие машины были здесь в Дербенте? Нет, это впервые. Такие машины в нашем городе впервые. В первый раз получаем мы. Остальные машины были простые. Но были, но не такие, как мы. Они оснащены намного лучше аппаратурой. И дорогие, как мы видим. А стоят они действительно немало. На сайте производителей их цена варьируется от 3 миллионов рублей. Важно и то, что реанимобили оснащены обогреваемыми кювезами для оказания помощи младенцам. Таких медмашин в Дербенте никогда не было. Да и Дагестане они встречаются крайне редко. Здесь практически все есть для оказания реанимации. Начиная от аппарата искусственной вентиляции легких, заканчивая даже глюкометрами, которые позволят нам оказывать помощь даже при транспортировке. Практически все представлено. Вот если вы откроете, даже здесь фонари есть. По словам специалистов, новое поступление также поможет сократить время прибытия бригад. К примеру, в отдаленных районах города фельдшеров придется ждать не 20 минут, а всего лишь 10. Власти города уверены, теперь жалоб на работу скорой помощи в городе станет меньше. Время прибытия короче, а качество услуг выше. По теме от Канапова, Дауд Гасанов, Дербент, Новости ННТ.